Я хотела бы начать с того, что мы попробуем вот немножечко остановиться в сегодняшней такой нашей небольшой информационной и рабочей вонке и попытаться зафиксировать ситуацию, которая сегодня не происходит. И происходит сегодня как в мире, так и в Беларуси. Итак, мы остановились на том, что такой подобной идентичной ситуации у нас пока еще не было, как и не было опыта работы вот совершенно в таких же условиях. Многие работают из дома, и мы сегодня говорим и об условиях, и о вызовах. Мы как медиа сталкиваемся сегодня с ранее неизвестным чем-то в беларусской реальности. Итак, что это может быть, я сейчас, наверное, коротко перечислю, и дальше мы перейдем к обсуждению того, так ли это, может быть, что-то можно дополнить, и как, в общем-то, сегодня наши медиа справляются с этим. Итак, это частичное скрытие информации о происходящем от беларусских властей. Это фейки, как во всем мире. Это прямая угроза здоровью и жизни журналистов, потому что мы работаем не все дома, некоторые работают в офисе, некоторые вынуждены общаться с врачами, либо посещать открытые мероприятия. Снова возникают вопросы этики, это и раскрытие источника персональных данных, это вообще чувство меры во всем. И тот же Talk Voice, то есть как мы работаем сегодня с нашей аудиторией, и здесь мы должны выступать, опять же, и не только как проводники информации, но и пытаться, в общем-то, ее фильтровать. Я, наверное, сейчас в первую очередь попрошу высказываться представителей медиа, как это происходит, например, давайте начнем с Анны, как это происходит сейчас в Праге, все ли эти вызовы актуальны для вас, и на самом деле, что вы чувствуете, как обозреватель именно белорусской службы, то есть какие нюансы именно в белорусской ситуации? Ну, первое, я витаю с карантыну, с ческаго карантыну, а я витаю, вот, два дни я ухань в офисе, практически не выходжу, и вот так, два дни я ношу, это гельми неприемно или это гельми безопасно, я ношу маску, и это один обмежавание для працы журналистов с темой коронавирусу у Чехии. Вот это львы, глядзите, львы ческаго, это львы бачы, кожный журналист, кожный ведучий, нават прогноз на дворье, гэтий человек будзе у массы, як будзе у массы президент, премьер-министр, ну, любый человеку, якого даруть комментарий. Ну, первое, если это белорусская ситуация, литерально одним сказом про ситуацию у Чехии, два разы на день дается оперативная информация про колькость ахвярау, про колькость тех, кто выздоровел, про колькость тех, кто захворыл, а, кто помер, кто помер, даются детально все хворобы, які меу гэтий человек, дается детально взрост, и меса, дзе гэтий человек жыл, яким шпиталей он помер, я гэта далі. Я это покрысливаю, потому что у нас, в нашей практице, министр слахового здоровья казала, что нелега казать, меса, дзе человек захворыл, и знаходится у Чехии, гэта гадима, и на сайте, яке анавляяць в режиме онлайн, можно поглядзеть, человек, як за якобы краины захворыл, якобы взросту, кольки мужчин, кольки жанчин, кольки дзецей, кольки любая доступная информация. И вось адзінае обмежування для чэнскіх журналистов, гэта вот маска, так, ну, згім можна, згім можна жыць. А, што пишыцца Беларусі, пакольки я працюю з беларускай тематикой? Ну, найперш, гэта, канешня, закрытыйць даржавных медичных фруктуру. Паправдай сказаць, яны стали більш открыты, чым браней, але это все ровно не параунальна з тым, што адбываецца ў той же Чэхії. Напрыклад, я рабіла інтерв'ю з Максівам Ачырэднім, халунным лекарам трецього дзясяччэха шпіталю. Ну, папперш, я он сам вычытывав материал, потэн дзень, яко я чэ вычытывала Министерство Аховы Здоровны, правірала. І я не будзю, на кольць гэта як правила, але не будзен лекар, як выглядая, я бельмашма звертала садарузных лекарав Беларусі, бяз згоды сваяхо начальства, а начальства звертаюць ішчэх Министерства Аховы Здоров'я не будзят даваць камэнтар журналістаў. Элементарна, вцяць лекар, тут у доктора, які працюя з хворамі на коронавірус, і гэта, ну, мы все веды, все веды, это практична, не махчэма зробіць в Беларусі толькі в умовах ананімнасті. Я скажу, што будзь веды, не та веры, та лиш, бо офіційнах ён был бы меншы, і гэта, які реально працюють з хворамі, і вони спокійно давали інтерву. Ну, по-кульнім така ситуація. А що ви скажете по поводу вот именно роботи з дому, вот этого состояния журналиста, который должен давать информационну повестку, но находиться сколько бы недель уже? Нет, два-три дні. То есть это как-то влияє на ваше ощущение на саму подачу информации? Ну, працюєш більше, спробуєш, ну, выходит з собачкам, каб кроху ассы, каб кроху мець, ну, свежага паветра, працюєш реально більш, нічто тебе не оттягвае. Все способы сучасной коммуникації дозволяюць контактуваць с колегами і кардинаваць все наші деяні. Все сучасные сродки, ну, дозволяюць нам записываць интервью, дозволяюць звязвацца. Ну, нійкі рэйчы, робіць більш складана, але при нам цей я всю свою працю роблю. А вот я б сказала більш, якщо ти у нас в домі, сидеш у офісі, був менш на раду. Таким шином. І я б, наверное, хотела попросить прокомментировать, в общем-то, этот же блок других наших представителей медиа. Вот, що касається того, когда происходит ситуация, когда все-таки, вот, є какое-то такое подозрення, ну, вот, что-то власть не договаривает. Що в этом случае делают медиа? То есть, как вы реагируете так, чтобы, с одной стороны, быть максимально корректными, с другой стороны, все-таки поднять вот этот вопрос и дать максимально полную информацию обществу? Я не знаю, возможно, есть какое-то желание высказаться у Александра, владыка онлайнер. Можете к нам подключиться? Здравствуйте, еще раз. Достаточно выехать, наверное, в регион, куда-то подальше от Минска, и вы услышите, что в Минске сотнями закапывают в закрытых гробах людей. Эту информацию, ну, это не считает тех писем, которые приходят к нам. У всех есть родственники и друзья, знакомых, которые умерли. Был же у нас сейчас кейс с умершей от коронавируса, и не от коронавируса, да, за который были проблемы потом у коллег. Мы, наверное, ну, подозрительность и недоверие у нас в генах, и были там исторические какие-то предпосылки, мы их не поддержим и не поднимаем эти штуки. Ну, потому что опровергать, опровергать вот мифы на уровне «одна бабка сказала», это значит ввязываться в какую-то эту дискуссию. В целом, вот у меня лично какого-то опасения договаривают власти или не договаривают, наверное, вот на каком-то критически высоком уровне нет. Потому что, ну, мы не в пещерном веке живем, и случилось бы что-то в больших масштабах, все это бы вылилось и в соцсетях, и так далее. Поэтому... Ну, Альбередактор, какие вот новые, я не знаю, какие-то вещи, которые вот всплывают в работе в связи именно с этой ситуацией? Либо все, в принципе, известно и понятно, либо есть какие-то точки, которые хотелось бы все-таки прояснить? Ну, прояснить, прояснить у кого. Видите, у нас же обострились эти фейки-дефейки еще до коронавируса, да? Наверное, по-другим, может быть, каким-то поводом. И сейчас вот такое есть и у государства инструменты оружия вот борьбы с распространителями информации. Вот проблема есть, проблема есть проверки информации, потому что есть как бы пожелания, наверное, есть пожелания, не знаю, там, давайте назовем это там от государства, но не глаз надо, да? Давать какую-то официальную информацию и так далее и опровергать сети или не публиковать какой-то там ложь и фантазии. Но проблема есть с получением этой информации. Это, на самом деле, сложно. Круто. Я завидую, что вот два раза в тени онлайн, а мы получаем это, наверное, раз в день. Но сейчас неизвестное время и вот еще на костылях такие цифры, которые мы потом сами складываем и потом еще раз уточняем, вообще правда это или нет. Вот такие есть проблемы. Ну и поди разберись сразу, учитывая, что это надо быстро все делать, поди разберись, где там, где правда, где вымысел, и как вот мне не влететь в капкан какой-то. Спасибо. Может быть, у Ольги есть еще комментарии, как у представителя тоже МИДА. Я очень поддержу коллегу, мне кажется. Ну вот очень совпало с моими какими-то ощущениями. Здесь сложновато вообще как-то вопросы ставить в этой ситуации. То есть, ну вот будем логичны, да, мы выполняем свою работу примерно так же, как мы выполняем ее всегда. Что нового, собственно, внес коронавирус? То, что это очень общественно важно, то, что это затронуло весь мир. Но основных каких-то основополагающих принципов нашей работы, оно вроде бы пока не всколыхнуло. Ну вот мы дойдем до этого еще, про раскрытие персональных данных. Вот это, мне кажется, самый такой какой-то острый момент, да. Раскрытие персональных данных человека, который заболел или который был госпитализирован, не дай бог умер, но, к счастью, у нас пока таких случаев вроде нет. Это единственное, на мой взгляд, новое. Все остальное мы выполняем ту же работу, что мы выполняем всегда. Ну, как бы никаких проблем здесь, ну, проблемы всегда есть. Ничего супернового я пока не вижу. Мы работаем с очень тонкими вещами, да. Это здоровье, это точность информации, которая имеет значение буквально национальное. То есть, ну, как журналист может задаваться вопросом, власть же что-то не договаривает там, как с нее что-нибудь спросить. Ну, мы в такой ситуации, что мы балансируем между информированием общественности и влиянием на эту общественность, когда каждый день люди гуглят там и ищут информацию, коронавирус. Ну, ответственность большая. Как мы можем максимально аккуратно, так же, как и всегда, естественно. Просто здесь еще и риски возросли. Не только риски для газеты, но и там медиа любого. Но и риск того, что ты действительно обманешь. В такой ситуации, когда есть национального масштаба какая-то проблема, в первую очередь, конечно, приходится ориентироваться на официальную информацию. Потому что в очень многих других случаях ты рискуешь подставить себя, медиа и заодно читателей, потому что скажешь что-то не то. Да, у нас, тут я абсолютно согласна, власть и Минздрав сейчас отгребает, простите меня, за такие слова, за то, что было когда-то, что было с Чернобылем, вот за все те ситуации, которые потом были раскрыты как обман аудитории. Естественно, прилетела как бы обраточка и все, и люди не верят. Ну, то есть это правда, с этим приходится считаться. Минздрав говорит, что они максимально открыты. Сегодня они объясняли, почему не каждый день дается информация. Ну, то есть это максимальная открытость от нашего Минздрава, на данный момент, которая может быть. Конечно, хотелось бы, чтобы еще больше. Хотелось бы, чтобы каждый день, хотелось бы, чтобы на все отвечали. В любой момент мы обратились, написали письмо, нам там через минимальное время все объяснили. Да, всего этого хотелось бы больше. Вот это правда. Ну, это такие же требования, как и всегда. Я хочу, чтобы журналистам отвечали сразу, максимально полно, снимали трубки, все говорили, да. Ну, это естественно. Но вот для меня в остальном это та же работа, что и обычно, когда мы отвечаем за каждое слово и должны его перепроверять и быть максимально осторожными с уточнением, что это еще и такая очень острая проблема. Да, я вижу желание высказаться у Елены. Пожалуйста, включайте звук. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот абсолютно с Ольгой согласна. С одной стороны, мы действительно работаем, как работали, однако, мне кажется, у нас увеличилась ответственность. Понимаете, одно дело писать о чем-то, о чем, ну, пишешь, что накатанное, другое дело о том, что очень важно, волнительно. Все, что касается безопасности, это, понятно, читабельно. И вообще здесь идет вот что. С одной стороны, Минздрав, да, действительно, информацию дает, но, например, для меня вот их бесконечная статистика, я, конечно, хочу, мало что значит. То есть, с одной стороны, я, конечно, хочу, чтобы статистика была, была ежедневная, это очень важно, ее надо давать, однако на этом же долго не проедешь. То есть, нужны ракурсы, нужны истории. А когда касается ракурсов истории, то здесь действительно блок. Я вот согласна с тем, что вот, как Анна говорила, что, действительно, очень сложно кого-то найти, с кем-то поговорить, но при том, что очень сложно, я категорически считаю, что недопустимо брать интервью у неспециалистов, у вахтеров, у офтальмологов о вирусе, и это теперь делается. И, как бы, мне, например, кажется, что таким образом мы не выполняем свою функцию, в том смысле, что мы не информируем, понимаете, когда врач, который понятия не имеет, что такое работать в инфекционной больнице, и врач не эпидемиолог, так это врач, а тут есть комментарии вообще людей, да, мне страшно, да, я боюсь умереть и заболеть. Ну, сначала заболеть, потом умереть. Ну, как бы, я бы не хотела, например, заниматься таким, и не буду, потому что мне кажется, что, ну, как бы, на нас, действительно, лежит ответственность, и, ну, как бы, можно там хайпануть на всём этом, но это пустые тексты, когда идёт речь просто о том, что всем страшно, всем рот, то есть, ещё хочу сказать по поводу смерти, я, смерть якобы, смерть от коронавируса, вообще не является журналистской удачей, на мой взгляд, найти родственника в беде и сделать с ним комментарий, когда человек говорит, в это у ЕЕ было, то есть люди после похорон могут быть не в себе, в Беларуси они могут быть просто нетрезвыми, никакая смерть не может быть подтверждена, причина смерти не может быть подтверждена родственниками. Это категорически, вот, на мой взгляд, неприемлемо. Даже врач, лечащий, причину смерти не назовёт. И, вы знаете, мне вообще кажется странным, коллеги, если кто-то в Беларуси умрёт от коронавируса, то есть это будет какая-то ситуация из ряда вон, мне кажется, что белорусы, это хомео сапиосы, они умирают от пневмонии, которая вызвана коронавирусом. И я не понимаю, почему мы так схватились за тот случай, да, я не понимаю, почему этот случай преподносился чуть ли не как вообще крах белорусской системы здравоохранения и вообще эпидемиологии, потому что вообще это наша ответственность, да, донести до людей, что мы такие же, как все, и если кто-то умрёт 80 лет, может быть потому, что не соблюдал правила, да, то есть сидел или возле подъезда с такими же стариками, или стоял в очереди в магазине. То есть мне кажется, что вот эта вот профилактическая работа, ну вот она тоже часть нашей ответственности. Верми коротко, покольки, ну, прагушала такая претензия на адрес, ну, абстрактных всех СМИ, так я бы хотела просто сказать, сказать, як про своя свобода с такими кейсами, ну, наприклад, вот с мержемчину в Питебску, мы не быта от коронавируса, мы ничога не давали, поколь не дозвонилися от мужа, який нам сказал, что это не коронавирус, и про это была публикация. Ну, был фейк про захворваня генд-ректора Марк, и был фейк про его смерть. Мы имели информацию от проверенных про них, но мы не давали, потому что это медвичная тэмиссия, и он не давал отходы нах. Так? Ну вот таким чином. Потом мы имели инсайд по двух вороху Гомеля. Наши корреспонденты поехали, пошли высветлять, ходить, только тады мы нечто дали. Нам приходят шмат поведомлений про социальные сетки, про смерть, торговую смерть от коронавируса, и наши корреспонденты все это проверяют. Время сейчас, это кухня никто не ведет. Это наш шлях, и, конечно, не завершается. Не о публикации. Ну и наши корреспонденты сутокают, что в регионах колес пробуют проверить вот такие поведомления про смерть, что люди пельми пробуют эмоционально и нервово, и просто вот они хвалюются, и у нас на вот тут специально проинструктованные журналисты так максимально спокойно, не эмоционально, выпрямо на спавах этих человека пробовать это расследовать. Ну, и обыключно про деятельности, про такую вот миссию, позицию «Радуя свободу», осветлению, про версии всех и чуток, и фейковых, и про саморешевый шмат. Так. Да, я, Нина, пожалуйста, слово, и после просил слово Артем Брис. Нужно включить звук. Яна, мы вас не слышим. О, да, там включила, здесь нет. Я хотела бы добавить к тому, что говорили коллеги уже про ответственность редактора меня за тех людей, которых я отправляю сейчас на задание в поле. Мы, ну, то есть это для меня тоже очень важная история. Мы проговорили в своей редакции про то, что сейчас каждый может показаться. У кого-то дома есть дети, кто-то боится за своих престарелых родителей, кто-то себя неважно чувствует и, в принципе, не хотел бы выходить из дома. В нашей редакции случилась история, когда одна из наших журналисток в итоге оказалась контактом второго уровня. Как минимум, ее так определили, она какое-то время провела в инфекционной больнице. То есть мы очень много проговаривали про безопасность журналистов в этой ситуации, потому что все-таки ситуация, мы как бы не говорили, что она не из ряда вон, она все-таки особенная, она очень эмоциональная, она затрагивающая здоровье и безопасность в том числе и наших коллег. Поэтому вот здесь на этом моменте мы для себя определились, что каждый журналист имеет право отказаться, каждый журналист, собственно говоря, имеет возможность уйти на карантин и сидеть дома и вообще ограничить все свои социальные контакты. Это немножко усложняет работу по поиску фактчекинга какой-то информации, но это наша необходимость. И еще одна штука, про которую я хотела бы сказать, это то, что сейчас, на мой взгляд, очень высок соблазн писать про коронавирус, ну, что называется, нон-стоп. Информации действительно много, часть из нее, безусловно, требует тщательной проверки, часть это просто поступление каких-то цифр, 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 цифр. И то, что мы видели в первые дни, когда в Беларуси был выявлен коронавирус, конечно, мы замечали, что некоторые редакции просто забивали всю свою главную страницу такими текстами. Мы на «Зеленом портале» старались изначально дозировать просто буквально один текст в день, который мы можем себе позволить для того, чтобы не нагнетать вот эту общую ситуацию, не подвышать градус той самой паники, про которую говорили. В конечном итоге сейчас мы как бы делаем немножко больше, но опять-таки Stone of Voice хороший вопрос был, стараясь давать людям максимум информации полезной и максимум информации, которая дает надежду на то, что все это закончится и наша жизнь войдет в обычное русло и просто сейчас мы должны это пережить и быть максимально ответственными, брать максимальную ответственность на себя самих и не ждать на то, что государство, власть или кто бы то еще сделал, вот поставил над нами этот какой-то колпак и защитил нас от всего того, что несет за собой коронавирус. Яна, большое спасибо. Я передаю слово Лунту. Артем хотел дополнить свой вопрос. Да, добрый день. У меня несколько соображений. Значит, я бы хотел начать, вот я не помню, к сожалению, кто, но кто-то из коллег говорил об анонимности источниках и источников, точнее, и о том, что приходится зачастую вам, вот особенно на ваших условиях, работать с людьми анонимно. Я хочу рассказать историю в этой связи из своего прошлого. Значит, когда был финансовый кризис 2008 года, я делал материал из Магнитогорска о том, как, значит, жители Магнитогорска, как Магнитка переживает кризис, вот это вот все. Брал интервью у одного рабочего анонимно, спиной к камере, против света, очень хорошо спрятанно и так далее, и так далее. Двумя неделями позже, с измененным голосом, двумя неделями позже он мне написал о том, что его уволили и что его вычислили по ботинкам, которые были видны в кадре. Значит, после выхода материала служба безопасности Магнитогорского комбината проверила ботинки всех, кто работает в этом цеху, нашла совпадение, нашла этого молодого человека и его, значит, уволили. Я эту историю рассказывать очень люблю, потому что, как мне кажется, есть очень тонкая грань между тем, что мы считаем мы сделали для обеспечения анонимности участников наших там, не знаю, программ, публикаций, вот это все, да, и того, что с другой стороны реально так или иначе срабатывает или не срабатывает. Это первое, которое я хотел сказать. Мне кажется, что в этих условиях можно было бы, наверное, ожидать, что власти, которым так или иначе, наверное, нужно контролировать месседжинг, будут особенно внимательно следить за тем, кто что говорит. Я совершенно не хочу сказать, что белорусские власти будут вычислять врачей по ботинкам, то есть я не хочу этого обещать, но Бог его знает. Это первая мысль. Вторая мысль про цифры, я не помню, опять-таки, извините, кто из коллег начал разговор о цифрах и об осмысленности их публикации. Вы знаете, тут вообще есть две составляющих у этого. Первое, это то, что цифры вне контекста практически всегда бессмысленны, а, к сожалению, в условиях той информационной гонки, в которой мы оказались, очень часто на то, чтобы ставить цифры в контекст и на то, чтобы их анализировать, очень, ну, не всегда есть время, не всегда есть ресурсы, не всегда есть люди. И давайте уже будем до конца откровенны, не всегда у всех есть умения. У меня, например, с математикой просто ужасно плохо, я цифры сам панически боюсь и всю жизнь их панически боялся. Значит, и третья мысль заключается в том, что есть такая теория, теория нужда аудитории, о которой, я не знаю, вот многие из вас, не многие, некоторые из вас, может быть, слышали вебинар, который мы организовывали пару дней назад. мы говорили о том, что нужда аудитории можно разделить на несколько частей. Вот проинформируйте меня, дайте мне возможность самообразоваться, поставьте для меня что-то в контекст и так далее, и так далее. И на протяжении вот всей моей работы я вижу одну и ту же картину. Вот те журналистские материалы, которые попадают в контекст, проинформируйте меня, ну то есть вот в переводе на язык коронавируса скажите мне, сколько еще человек умерло. Мы все всегда производим очень много этих материалов, но их практически никто никогда не читает. То есть вот соотношение затрат, трудозатрат к выхлопу с точки зрения интереса аудитории в 90% случаев говорит нам о том, что эти материалы, может быть, стоит производить меньше. Это все-таки, извините за некую сбивчивость как бы того, что я говорю, это очень большие, очень сложные, интересные темы, но, пожалуй, вот из того, что я сказал, главная мысль для меня это анонимность, как мы ее себе представляем, и анонимность, какой она является на самом деле, во-первых. Ну и во-вторых, вот вся та история, связанная с цифрами и с тем, как работать с цифрами. Спасибо. И я бы хотела, наверное, да, у нас есть желание высказаться у Павлюка, и потом я бы хотела задать еще несколько вопросов. Павлюк, пожалуйста. Витаю, коллеги. Я бы хотел пригадать, что пандемия – это не первая, с которой мы встретились в Беларуси, не только на нашей планете, а прошлая пандемия была 2009 года, которая связана со свинным гриппом, и тогда у Беларуси даже не было эпидемии. И тогда так сама была проблема с доступом до информации, и тогда были приклады, когда журналисты, некоторых выдающих, я памятаю, приклад Белапана, но, наверное, был не один приклад Белапана, которые находили информацию, документы, которые подтверждали факты, которые государство не хотела признавать. И потом это было действительно важным предметом дискуссии. И то, что было сделано, я думаю, что можно сделать и сегодня. Бо коллега Артем Лис сказал про то, что важно обеспечить анонимность по-саправдному границы, когда эта граница не хочет быть открытой, но еще важно так сама меть у журналисты на руках доказы того, что он хочет сказать. И вот тут есть один из моментов. Махчима, таким доказом, будет документ. У 2009 году это был документ. И это документ был посланный по факте, и этот факт можно было вызначить, откуда он был посланный, и так далее. Далее, есть вопрос, когда у нас уже есть этот факт, когда мы можем задавать пытание официйных особоў, бо сегодня той выпадок, який мы уже крышечку обмерковали, ситуация со смертью в Витебску, были словы людей датычных до проблемы, и это слово вельми важное, але была проблема с проверкой информации, бо мы установили факт, что это человек сказал, але это человек это слово супрац словаў, и мы не можем ничего доказывать. Тут есть проблема с установлением фактов, и, на жаль, при относной открытости Министерства Аховы Здарова, яку мы зараз назираем, мы сутыкаемся с тым, что дадзены, які агучваюцца, выкликают недавер. И, на жаль, гэты недавер можно будет перадолить только у ситуации когда и журналісты будут отчувать, что я натрымливаюць то, что им треба, и самое главное, люди будут отчувать. И вот, а пошне, что я хотел сказать, важный чынник про ракурсы материалов, заправды, сервисные материалы у этой ситуации напевно, больше важные, но есть еще материалы, которые показывают, что отбывается широкое громадство. И вот, когда мы видим, что у Беларуси нема паники, мы можем свечить, что нема паники, можем свечить про тое, что есть у крамах, чего нема у крамах, что есть у аптеках, чего нема у аптеках, где можно находить информацию про тое, что треба шукаць у аптеках. Все это достаточно важными речьями для нашей аудитории. Это все, что я хотел сказать. Яков Павлюк, и я обошла, что Федор Павличенко тоже хотел что-то добавить. Да, я немножко... Слышно ли меня? Да, конечно. Да. Я хотел бы немножко вступиться за белорусских журналистов и все-таки обозначить другую проблему. Это самое главное, на мой взгляд, это недоверие к официальной информации, которая приходит. Дело в том, что можно отметить, что пока еще Беларусь не вступила в полосу реального кризиса, связанного с коронавирусом. Пока, слава богу, у нас это все выглядит очень light. И поэтому пока лично я доверяю информации Минздрава. Но то, что может быть с учетом того, что происходит в Европе, в Италии, в Испании, никакого доверия ни со стороны населения, ни со стороны журналистов сообщения власти нет. Более того, мы на нашем сайте публиковали называемые нарративы пропагандистские, которые идут через российские СМИ о том, что происходит в связи с коронавирусом в разных странах. И сегодня, буквально час назад, два часа назад, Александр Лукашенко, президент Беларуси, просто берет и пересказывает эти все нарративы на аудиторию про какие-то там мировые заговоры, про искусственно созданный вирус. И тем самым загоняет работу журналиста в определенные рамки. То есть, буквально там неделю назад, после ситуации со смертью в Витебске, было объявлено фактически обведение цензуры военной или там медицинской цензуры, да, и с жестким наказанием за любую условно непроверенную информацию. Теперь нас загоняют в рамки фактически мирового заговора, каких-то там, я не знаю, рептилоидов, там еще чего-то. Поэтому, еще раз скажу, что я вступлю из-за белорусских журналистов, получается, что это единственный институт сейчас в обществе белорусском, который, в принципе, вызывает доверие и способен влиять на умы, подтвердить либо опровергнуть ту или иную информацию и слух. Это все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо, Федор. И если все не против, я бы хотела, на самом деле, перейти вот к этому кейсу. И Федор вспомнил историю, когда власти решили побороться с фейками и дали предупреждение медиа. и здесь медиа столкнулись с ситуацией, как бы, а как работать так, чтобы все оставалось и в рамках закона, с одной стороны, и с другой стороны, все-таки, общественно важная информация должна доходить до нашей аудитории. я бы, наверное, хотела передать слово Сергею Зекратскому и спросить какие, может быть, советы были бы от вас медиа, на что обращать внимание и это касается и публикации персональных данных, и, наверное, и всего того, что можно сделать медиа сегодня, потому что мы знаем кейс нашей Нивы, которая опубликовала стенограмму расшифровку разговоров и взяла персональные данные умершей женщины без согласия родственников, описав это таким образом, что это доказывало, что этот герой не фейковый, это было сделано в условиях недостатка информации от государственных органов и мы понимаем, в каких условиях русские медиа, может быть, какие-то несколько рекомендаций, какие бы вы дали? Добрый день! Тут сложно говорить о рекомендациях, в принципе, рекомендации точно такие же, как и в любой другой ситуации, мы максимально проверяем информацию и публикуем достоверные сведения. Относительно того предупреждения, которое было сделано со стороны государства к медиа о том, что фейки надо строго строго пресекать. Механизмы у государства на этот счет имеются, в этом случае это есть право у министерства информации принять решение о блокировке ресурса, и поэтому в случае если такие фейки будут появляться, вероятность блокировки ресурса, учитывая особенно вот это предупреждение, которое было сделано, достаточно велика. Что касается распространения персональных данных, то снова, наше законодательство не содержит каких-либо особенностей применительно к распространению информации частной жизни, применительно к таким ситуациям. Мы руководствуемся общими нормами о том, что информация о заболевании относится к частной жизни, это медицинская тайна, и распространять эту информацию журналист без согласия самого лица, которого эта информация касается, он не имеет права. Поэтому раскрытие пациентов без согласия этих пациентов это вещь неправильная. Вспоминаем случай самого первого нашего пациента с коронавирусом иранца, студента иранца, и уже не помню, кто впервые опубликовал фотографию этого студента. Снова якобы аргументируя благими намерениями, мы вот хотели показать человека, учитывая, что это заболевание опасное, вы должны его знать. На самом деле это, на мой взгляд, не совсем удачное оправдание, потому что эпидемиологические службы работают, контакты первого уровня выявляются, и мы не можем сейчас говорить о том, что зараженные, те, кто имеют этот вирус, представляют реальную угрозу того, что вирус будет масштабно распространяться. Поэтому я считаю, что несмотря на то, что ситуация экстраординарная, с точки зрения уважения права на личную жизнь, с точки зрения уважения медицинской тайны, ничего не изменилось. мы по-прежнему должны в первую очередь получать согласие у самих физических лиц, либо у их близких родственников, на распространение этой информации. Спасибо большое. И я бы хотела, наверное, да, Артем, сейчас одну минутку, я бы хотела услышать сначала комментарии Андрея Бастунца на эту же, в принципе, тему. Андрей, представитель Белорусской Ассоциации журналистов. Да, и юрист по образованию, и говорят, что где два юриста, там три мнения, но в данном случае это не так, потому что я полностью, я совершенно согласен с тем, что сказал Сергей, для меня вот эта сегодняшняя ситуация с коронавирусом не меняет каких-то базовых правовых подходов к деятельности журналиста, скорее ее можно сравнить с таким увеличительным стеклом, с лупой, через которую деятельность журналистов рассматривают. И это значит, что наоборот, определенные постулаты журналистской деятельности, определенные правила журналистской безопасности, да и журналистской этики, просто надо, надо к ним относиться еще более скрупулезно и тщательно. я хотел не столько, спасибо, я хотел не столько сообщить, сколько спросить, я не знаю, есть ли у нас на звонке кто-то из нашей Нивы. Несколько я знаю, возможно, кто-то есть в качестве слушателей, но в виде спикеров нет. Ну да, потому что мне в этой ситуации как бы очень интересно услышать вторую сторону этого конфликта. Я, с одной стороны, действительно согласен с тем, что, наверное, в этой ситуации, как и во многих других ситуациях, публикация персональных данных была излишней. Я бы, может быть, еще задался вот каким вопросом. Я совершенно, я почему задал вопрос о том, есть ли здесь кто-то из наших Нивы, потому что я могу неправильно пересказать то, что они говорили, если так, то заранее приношу свои извинения. Если исходить из того, что вот мы назовем эту женщину и скажем, что ее звали там, значит, Мария Иванна, да, и это повысит степень доверия к нам аудитории, мне кажется, что это несколько не вполне оправданная логика, потому что если аудитория нам доверяет, то она нам доверяет и в том случае, если мы просто скажем, что информация в редакции имеется, и мы вам, значит, обещаем, что мы не врём. А если аудитория нам не доверяет, то аудитория сделает вывод о том, что мы эту Марию Ивановну точно так же и придумали. Поэтому, на мой взгляд, здесь, в общем, никакого, никаких бонусов журналисты не получают от этого, а минусов, ну прямо, очень много. И вот коллеги говорили о том, в чём эти минусы выражаются, совершенно, совершенно правильно. Единственное, что я бы хотел ещё спросить вот коллег юристов, просто я этого не знаю, значит, как это характеризуется белорусским законом, потому что, с точки зрения тех медиазаконов, которые мне известны, если человек уже умер, то после того, как он умер, персональных данных у этого человека больше нет, как бы, с точки зрения закона, да. И вот персональные данные умерших законом никак не защищены. Я не знаю, как это работает в белорусских условиях. Спасибо. Я бы, наверное, сейчас попросила придержать чуть-чуть комментарии от Павлюка. Я бы хотела передать слово Андрею и затем Алексею. Спасибо. Пожалуйста. Я бы здесь ссылался не на персональные данные. В данном случае, мне кажется, более правильно говорить о врачебной тайне. Да. И в данном случае даже сведения о результатах патологоанализа, это патологомическое вскрытие, это все тоже является врачебной тайной, а врачебная тайна может распространяться согласие либо близких родственников, либо, а может даже и в первую очередь согласие главного врача того медицинского заведения, где вот эта смерть произошла. и поэтому в данном случае акцент должен быть именно на этом, на мой взгляд. Ну, то есть, чисто юридически, не этически, а чисто юридически, да? Чисто юридически. Давайте мы эти куплюсь за скобки. Чисто юридически врачебная тайна умершего продолжает оставаться врачебной тайной. Да, абсолютно так. Потому что, например, в британских законах это иначе. Ну, хорошо, просто не знал. Спасибо. В британских белорусских так, да. Угу. Я прошу, наверное, дополнить Алексея. Мы с Алексеем делали уже небольшой комментарий для сайта пресс-клуба, и там обнаружилось также, ну, такой нюанс белорусского законодательства, который, может быть, будет интересен тем, кто не читал еще этот материал. Алексей, пожалуйста. Ну да, всем добрый вечер. Слышно меня, да? Ну да. Отлично. В общем, я согласен с коллегами по поводу юридической трактовки этого этого случая, ну и в том числе вопроса персональных данных и частной жизни. Здесь эти два вопроса нужно немного разносить и рассматривать именно вот этот вопрос в контексте именно защиты частной жизни, а не персональных данных. Но если бы говорить именно про обработку персональных данных, то, скорее, тут юристы бы ничего не подсказали, потому что в Беларуси нет закона о персональных данных, поэтому собственно персональные данные, вот такие детали, как персональные данные умерших лиц, они никак не регулируются. Вот. Но здесь тоже вопрос, опять же, вопрос доступа к информации, да, и доступа, доступа к информации и защиты частной жизни. То есть, баланс вот этих двух прав, это тоже важная история в этой ситуации. То есть, с одной стороны, как бы, есть понятие общественного интереса, но оно, но это понятие не юридическое, по крайней мере, в Беларуси. И в некоторых законодательствах есть такое указание о том, что если общественный интерес, ну, например, информация публикуется, преследуя общественный интерес, то есть, этот общественный интерес в раскрытии информации, он превышает, превышает, как бы, бонусы от защиты, права на защиту частной жизни, сейчас повторяюсь, но тем не менее. Вот в этом случае публикация допустима. Ну, в Беларуси понятие общественного интереса и вот этого баланса двух прав никак не регулируется, но только что в формате судебной практики, ну, естественно, в режиме эпидемии у нас судебной практики никакой нет. Спасибо, Алексей. И я, насколько я понимаю, что даже, в общем-то, и нет прописанного понятия также, и что такое частная жизнь, только про персональные данные. Ну, это как раз таки нормальная ситуация, потому что такого определения, что такое частная жизнь, ни в одном законодательстве вы не найдете. То есть, есть понятие частная жизнь, частная жизнь охраняется, а что такое частная жизнь? Это вот начинаются, начинаются вопросы. То есть, опять же, есть практика европейского суда по правам человека, есть практика национальных судов, в которых прописаны вот те сферы, в которых мы говорим, да, это частная жизнь, потому что частная жизнь может быть там даже у нас на рабочем месте, в офисе и так далее. То есть здесь это все выводится через, скорее через те границы, которые не может переходить либо государство, либо там другие акторы во вмешательстве в эту частную жизнь. То есть мы говорим про границы частной жизни в большей степени, чем про саму частную жизнь. Спасибо. Павлюк, еще сохраняется? Так. Пожалуйста. Ну, вот мы закранали кейс нашей Нивы и Витебского смерти. Варта адзначать, что разобраться в этой ситуации спрабывали шматые кемиды, и я бы паравнав, як с фотоздымком памерлые женщины обошлась наша Нива и онлайн. Наша Нива знайшла фотоздымок, яка разумею, в социальных сетках, онлайнер знайшел той самой фотоздымок. Але онлайнер заблюмил тварь гэтэй женщины, и они показали, что саправды они мают информацию, это выкликает до веры аудитории, але разум с тем они не показали тварь гэтэй женщины, и гэта в значной ступене есть отказом на пытание, ну, никто ж не давал дозволы выкрыстовывать этот фотоздымок и раскрывать имя гэтэй женщины. Тут мне падается, что приклад онлайнера был больш падыходящим для нормальной практики меды. Другий момент, у нас увогуле шмат информации зараз журналисты отрымливают в социальных сетках и мессенджеров, и мы можем сутыкнуться с тем же самым кейсом публикацией нашей Нивы про Витебскую смерть, там была спасылка на поведомление в Телеграме для супрационника нашей Нивы Артёма Гарбацевича. И тут отрымливается нешта кшталту узкоснага не, перакрёстнага цитаванье, якое выкрыстовывается не у гэтэм выпадку, я не кажу, што гэта гэта выпадак, але увоглё часто выкрыстовывается для того, кап манипуляваць информацией, кап мы не разумелись, што гэта не дзвэ розная крыница, што гэта адна это же крыница, но бо не кожный читач уважлево прочитаю весь текст, и он будзе выкратцах лучше на заголовок элит, а ад куль были крыницы, и вагом можць сквастэсси у ражаня, што крыниц был ашмат, на сам рэч гаворка таким чэнамадзе пра одну крыницу, и тут па крыниццей у социальных сетках мы даволі часто стыкаемся, люди пишуць пра сваего свая кати знайомага, але калі у ихн пачнают запытывацца, а ці можна взяць гэту інформацію і звязацца з гэтым чалавекам, то даволі часто кажеш, мне неливо, і вот тут складанна складанная праця журналиста адсеець той, што людзі расказываць, як цікавую байку, каб заставацца ў центры уваги, ад таго, што адбываецца саправды, бо хтось ці саправды може баяцца рассказаць па тых абыншых причинах, а хтось ці кажеш, што я не дам, бо мне ніхто не дазвалял гэта дать, чынам прауду, але разам с цым ў соціальный сеткім адабываецца інформаційны пузыру, якім може быць ўспрыняць інформацію робецца почти такім паничным, а вось, гэта не адменяя звычайную працю журналістів шукаць ўштакі першы крынець і спрабываць справдзіць інформацію ў таго, хто саправды датычна до праблемы, не до тых, хто пераказывае історую з чужих рук. Я хацел бы вернуцца к вапросу, которую затрагивали чуть раньше, о частной жизни. Здесь более правомерно, наверное, говорить не о частной жизни, а о тайні частной жизни. И когда мы вводим понятие тайна, то мы уже вводим тут определённые критерии, которые как раз таки в законодательстве есть. И это критерии о том, что человек или организация не хотели бы, чтобы эта информация стала общеизвестной, что принимаются определённые меры по охране этой жизни, это касается и частной жизни. Ну, или существуют какие-то правила, или зафиксированные для организаций, или зафиксировано в законодательстве о способах распространения этой тайны. И вот тут журналистам очень важно знать, в том числе и в случае с коронавирусом, с распространением информации о любых болезнях, что врачебная тайна тоже охраняется, и надо соблюдать правила распространения информации, которая может быть к ней отнесена. Так. Так. Спасибо. Спасибо большое. Я, наверное, попрошу просто сейчас у нас Сергей должен уйти, сказать ему большое спасибо за участие, и всё-таки продолжить вот эту тему на самом деле с раскрытием источника, который не давал на это своё разрешение. То есть может ли медиа в каких-то ситуациях, в каких-то случаях в общем-то позволить себе это? Возможно, перед выходом Сергей сможет прокомментировать это. Да. Добрый день. Собственно говоря, закон о средствах массовой информации то этот вопрос регулирует достаточно чётко. Закон о средствах массовой информации говорит о том, что СМИ не имеет права разглашать источник информации без согласия этого источника информации. и ограничивают и устанавливают исключительные случаи, когда СМИ может это сделать, а это либо по определению суда, либо по определению органов, производящего уголовное уголовное преследование. Всё. Других случаев нету. Поэтому я считаю, что разглашение источника информации, раскрытие источника информации это и нарушение закона о средствах массовой информации, и очень серьёзное нарушение правил журналистской этики. Спасибо большое. Так, есть ли ещё какие-то пожелания на эту тему у Анны? Пожалуйста. Я бы хотела сказать, что мы неправильно не злоуживаем когда вырастаем анонимные крыницы, тут в некоторых случаях это отбывается, когда эта информация просто надзвыше и важная для нас, и у нас нет никакой возможности отрымать её от не анонимных крыниц. Но и другие случаи, когда это умова самого человека и это ему может подшколить. Я хочу привести примеры, с которыми мы уже не раз мы сочетались, не так давно была история, когда было аудио, как я уже не помню, как примучали в БРСМ 100 раз, и была крыница информации анонимная, я её заховывал, и у них крыница анонимная выращила раскрыться, и такие ситуации так само могут быть. Складанное питание в нашем основе не злоуживаться, но это нужно делать, и нужно заховывать анонимность, потому что мы завсёды делаем своих крыниц. А коли я не сами не вырешусь, что можно раскрыться, что можно рассказать. Спасибо. Ещё какие-то комментарии на эту же тему? Артём, пожалуйста. Я хотел бы просто два коротких замечания. Одно заключается в том, что, как мне представляется, если мы используем анонимные источники, то всегда полезно очень чётко сказать аудитории, почему именно источник анонимен. Есть целый ряд более-менее стандартных формулировок. Одна из них заявил представитель «Бу-бу-бу-бу-бу-бу», попросивший об анонимности, так как неуполномочен общаться с прессой. Или какая-то другая формулировка. Мне кажется, что это важно сказать, потому что если мы это говорим, то мы тем самым в какой-то степени, наверное, повышаем доверие к самим себе составлены. Это будет первая мысль. А вторая мысль заключается в том, что, как мне представляется, когда мы оказываемся в ситуации сложного этического выбора, такая замечательная штучка там прям, когда мы оказываемся в ситуации сложного этического выбора, то не бесполезно услышать мнение кого-то, кто находится за рамками этой ситуации. Я не знаю, как бы, насколько такая практика распространена вот в ваших условиях. Я могу только апеллировать к своему BBC-шному опыту, когда в BBC есть такая система, при которой, если у тебя возникает необходимость решить сложную задачку из серии журналистской этики, есть специально обученные люди, и имена этих людей известны, которые не работают над твоей историей, но, тем не менее, могут посмотреть со стороны и дать какой-то совет. Может быть, в нынешней ситуации, когда мы все чаще и чаще будем сталкиваться с тем, что, поскольку мы не можем ножками пойти проверить, да, там, у нас карантин, у нас коронавирус, может быть, в такой ситуации какая-то вот такого рода третья структура внутри самого сообщества, которая могла бы советовать, может быть, была бы не бесполезна. Спасибо. Спасибо за комментарий. Павлю, пожалуйста. Ну, я бы хотел додать на конт атрибутирования анонимных крынецов. Вот зараз я сейчас поглядел стайл гайд одной медиа компании. Звычайно, агаварвается, что саправдой треба пазначать, чему гэта крынеца анонимная и какое дочинение гэта крынеца мает проблемы, бо мы можем сутыкнуться с тем, что крынеца может быть зацикавленная. Ци крынеца может быть утягнутая у проблему. И, по-третье, есть, на мой погляд, важный принцип, треба пазделять тое, что крынеца анонимна можно поведаблять факты, але наурать ци меркованне оценки мусить даваться анонимна. Оценки, все ж таки, на мой погляд, повинна рабиться открыто. Бо тут уже возникает пытание не просто проверки самой по себе информации, а оценивание ситуации. Спасибо. Есть ли еще какие-то... У Ольги есть желание высказаться? Да, пожалуйста. Спасибо. Я хотела вернуться чуть-чуть на два шага назад к тайнам частной жизни и прочему. Ну, маленькая ремарка про анонимность. Мы, например, стараемся не пользоваться анонимными источниками информации. Это действительно... Это прям тонкий лед такой, очень-очень тонкий. И возможности нет. То есть, я бы сказала так. Мы пользуемся анонимными источниками информации, когда это... Это такая стесняшка, которая нам дает какую-то информацию, которая не супер жизненно важна, но просто он или она не хотят, чтобы... А напишите просто вас этого или что-то. То есть, это информация достаточно безопасная. Просто кто-то вот смущается. Это, наверное, другой пример. Но в случаях, когда речь идет о таких серьезных вещах, о которых мы сейчас говорим, мы стараемся этого не делать вообще. Потому что это, опять же, большие риски. И для нас в том числе. Потому что мы отвечаем за эту информацию. Я с большим сочувствием прочитала, как развивалось все у нашей НИБы с этой историей. Реально с таким журналистским, профессиональным сочувствием. Потому что было видно по стенограмме, где и в какой момент они попали в какую-то ловушку. Доверие, желание получить информацию и быть первыми. И в саму ситуацию, когда настолько мандраж в воздухе висит из-за коронавируса, и уже 70-80 заболевших. И вот она, первая смерть. Где-то здесь психологически, может быть, какой-то момент еще есть. Который сыграл. Вот. Это мое уже личное, наверное, замечание. Могу понять просто. Когда в работу вкладывается эмоция. Оно иногда так случается. По поводу тайн. Это меня лично очень интересует момент. Мы живем в Беларуси. Ну, или там пишем они, или там как угодно. Мы руководствуемся правилами игры, которые есть в этой стране. Мы не можем чем-то другом руководствоваться. Законами, которые здесь есть. С теми правилами, которые устанавливает власть. То, насколько она нас там пускает, не пускает, договаривается и так далее. Мне очень интересно было услышать про вот эти персональные данные и общественный интерес, который нигде не прописан. И я почему сказала именно про нашу страну. Сейчас очень интересно смотреть на то, что происходит за рубежом. С такими же случаями, с такими же кейсами, с тем, как освещается там частная жизнь людей, которые заболели коронавирусом или умерли от коронавируса. И в разных странах это все происходит очень по-разному. То есть я вообще не давала бы никакой оценки, предпочла бы не давать, где правильно, где неправильно. И правильно ли у нас, да? Когда Минздрав вышел и сказал, что, извините, но раз вы уже все рассказали, кто эта женщина, ну так мы теперь тоже скажем, чтобы уже сказать, что она не болела. Потому что, ну типа, тут не мы вообще, а это вы все начали. Это же тоже такой сильный ход, да? То есть мы как бы вот не хотели. Что происходит в других странах, где сегодня я перечитывала, там пересматривала. Китай всем известен, который выкладывает в открытый доступ все вплоть до перемещения людей в пространстве. На каком месте они сидели в автобусе, где, в какой дом они зашли, в какой квартире они живут. То есть максимальное раскрытие персональных данных, чтобы если вы там с ними пересекались, вы могли провериться, или вы не подходили туда и так далее. Это одна сторона, да? Другая сторона, наверное, есть где-то максимально закрыто, но это, наверное, у нас. Это, наверное, как ни странно, да? Вот мы тут с двух сторон. Мы и Китай. Китай все раскрыл, а мы все закрываем и не хотим говорить. Есть где-то посерединке, и поправьте меня опять же, вот эта информация будет не до конца мною проверена, где Испания или Франция, мне кажется, говорили об Испании, где помечают, например, дома, в которых живут люди, заболевшие коронавирусом. Помечают прямо, помечают. То есть это для нас звучит диковато, да? Для нормальной ситуации, здоровой. Но в ненормальной ситуации, в нездоровой, когда у тебя угроза такая, вот эти диковатые вещи начинают приходить в обиход. То есть мне кажется, вот здесь очень интересно сейчас посмотреть, как происходит в соседних странах. И, на мой взгляд, мы можем менять свои правила игры в плане раскрытия информации той же частной жизни, когда правила игры будут меняться здесь, государством и жизнью. То есть не дай бог, если у нас действительно будет ситуация, когда нужно будет озвучивать все и гораздо там серьезнее. Ну вот тогда, мне кажется, можно говорить о том, что маршруты, дома, фамилии, вот это будет, если это будет требоваться обществом и, ну, санкционироваться, что ли, государством. Потому что нет, на мой взгляд, пока эталона. Видите, оно даже в очень цивилизованных странах очень по-разному. Да, спасибо, Ольга. Я просто вспомнила сейчас про разные негативные комментарии в соцсетях по отношению к тем, кто мог там заразить много дефицитов в Руси. И это было, ну, как бы страшно. У нас есть три желающих высказаться. Первым был Алексей, затем Андрей и Анна. Алексей, пожалуйста. Да, это сложный вопрос. Когда мы говорим про частную жизнь, либо когда мы говорим про доступ к информации, вообще на право на информацию. Нужно понимать, что оба этих права не абсолютны. То есть они могут быть ограничены. Как наше право на информацию ограничивается там, где начинается там право на частную жизнь других людей, точно так же право на частную жизнь может быть ограничено в некоторых случаях. И вот, например, защита здоровья населения – это тоже один из таких легитимных интересов. Ну, если снова возвращаться в эту юридическую часть, то есть определенные стандарты, когда и в каких случаях могут быть ограничены эти права. То есть первое, ну, это такой, так называемый, трехступенчатый тест. То есть первое – все такие ограничения должны быть предусмотрены законом. То есть в законе должно быть прямо написано, что, допустим, если начинается эпидемия, то медицинская, ну, это врачебная тайна может быть раскрыта там для интересов борьбы с эпидемией. Вот в таком случае, например, окей, первый шаг пройден. Значит, второй шаг у нас – цели раскрытия. То есть цели должны быть, ну, должны соответствовать тому, что прописано в тех же международных договорах. То есть, ну, защита здоровья населения, да, либо там общественная безопасность, либо национальная безопасность – это вот одни из тех легитимных целей, которыми можно оправдывать вмешательство в частную жизнь. Ну, и третье, третье самое интересное, да. Третье – это пропорциональность, либо необходимость в демократическом обществе. Вопрос в том, что мы, в общем, хоть сейчас можем повесить всем людям браслеты и публиковать информацию там о геолокации, перемещении каждого конкретного человека, и это будет, возможно, в какой-то степени способствовать борьбе с вирусом. Но будет ли наше общество после этого называться демократическим, и будет ли оно вообще достойно того, чтобы, ну, хоть как-то от этого существовать в таком виде? То есть когда люди будут контролироваться, то есть каждый наш шаг будет контролироваться государством, либо кем-то еще. И вот эта вот последняя часть теста, она всегда очень важна, поскольку если эти ограничения непропорциональны, если они сами по себе отрицают, в принципе, права человека, то мы не можем эти ограничения вводить. Ну, на практике может быть совершенно по-разному, да. Ну, то есть если мы смотрим, нужно ли нам помечать дома, либо каждого конкретного человека. Окей, дома помечать как бы лучше, потому что в домах живет, ну, несколько человек, да. То есть там меньше шансов того, что мы будем, мы будем мешиваться в частную жизнь конкретного человека. С другой стороны, ну, то есть здесь всегда, ну, как бы, всегда вопрос выбора. Здесь нет таких четких ответов, чтобы сказать, вот в этом случае да, в этом случае нет. Хотя, опять же, если вернуться к белорусскому законодательству, то надо смотреть вообще, что такое там карантин, что такое обзервация, что такое, ну, то есть разную терминологию, которая содержится в белорусском законодательстве. То есть что будет можно, что будет нельзя, что будет в условиях чрезвычайного положения, что будет в условиях объявленного карантина. И уже исходя из этого смотреть, то есть на что мы будем иметь права, а на что нет. Ну, это вот такой юридический взгляд на этот вопрос. Спасибо, Алексей. И сейчас я передаю слово Андрею, и затем хотел бы сказать Анну. Андрей. Я хотел бы вернуться к тому, о чем Артем говорил. О том, что в ряде случаев нужно обращаться за поддержкой, за помощью каким-то третьим лицам, которые непосредственно не задействованы, ну, например, в журналистском расследовании, подготовке материала. И скажу, что юристы БАШ, собственно, этим занимаются. Мы проводим предварительные публикационные, предпубликационные правовые экспертизы, где не на нарушение правил этики, безусловно, обращаем внимание, а вот на те фрагменты текста, которые проблемные, которые могут вызвать проблемы у автора или у средств массовой информации. Или там непроверенная информация, или те эпитеты, которые применяет журналист, они могут вот те самые проблемы повлечь для его и для его издания. Так что в случае возникновения сомнений в том, насколько та или иная публикация, в том числе и касающаяся коронавируса, безопасна с правовой точки зрения, вы можете обращаться к нам, и мы такую экспертизу проведем. Замечательно, это отличная возможность. А вообще, на такое маленькое уточнение, это доступно не только для членов ассоциации? Ну, в первую очередь, безусловно, это доступно для членов ассоциации, но в случае кризисных ситуаций это все, безусловно, может быть распространено и гораздо шире. Андрей, спасибо большое. Передаю слово Анне. Ну вот я хотела бы сказать, что в Чехии одна из первых инфикованных на коронавирус была русская краса. Я лучше в шпитале лечилась, я вот не веду, я иллюсь, лучше за все она выписалась уже, так? И она погодилася с нами говорить выключно на умовах анонимности, потому что она боится оцкавания, боится оцкавания семьи. Ну, я могу выглядать, как прокаженные. Это есть у вельми многих людей, с которыми мы на коронавирус разговариваем, они не хочут поговорить про это, потому что боятся неадекватные, неадекватные реакции громадства. Тут вельми важная речь, вот мы еще про это не говорили, когда мы говорим про светлые СМИ, все селебрицы, все чиновники, все вядомые особы, яки плинфикованы, яки перехварыли, эти хварыюсь, хаборуюсь про это открытые, они такие уж люди, как мы, они показывают, что ну про это треба говорить, как депутат Верховной Рады Украины, он там в живые эфиры, надеюсь, я разговариваю про каждый свой симптом, как это отбывается. Я мало уявляю, как в Беларуси какая-нибудь публичная особа важнее есть и плохо, про то, как она захварыла и лечится, ну хотя Захаревич бы это сделала, например, если я не спалтарился. Тут есть вельми важная миссия в этой ситуации, кроме того, как давать незалежную информацию, проверенную из всех боков, это еще и эдукационная миссия, давать вельми докладные рекомендации про то, что безопасно и что не безопасно. Вот мы сегодня давали, например, в видео, какая может быть дистанция безопасная социальная, как треба там, ну, это зараз робится вельми шмат, а вельми шмат важно обвергать эти виды, какие ходят в социальных сетках, и они абсолютно такие рахливые. И тут задача любого СМИ, ну, мы все ведаем теперь, когда мы глядем на статистику, что она мощно увеличивается, и, фактично, считаю, только все, связанное с коронавирусом, и есть с пакуса только на этой теме заставаться. И важное редакторское решение выбрать, каким чином эту тему подавать, в какой тональности, с какой эмиссией, адукационной, там, ци вот, ну, саправданных, и пануть, которые с СМИ и хошусь. Нет, наша задача вельми вельми выбрать свою позицию и, как людей саправды информовать, застерогать, и это не вот слово паника, как мантра в Беларуси – не треба паники. Паника – это нормально, когда ты ведешь, что, может быть, в карантин тут мусишь иметь некий запас речи, вот это нормально. Ненормально, а ведь это не из родителей, ненормально выходить, там, по кроманский транспорт и с тремя красотками ездить каждый день на працу. Так, треба не скорректовать свою жизнь. То есть, треба так само от этого слова «паника», я, кое я теперь один однокомник на вашей фильме сейчас, треба так само избавляться. Потому что есть безопасность. И СМИ так само мусит давать эту информацию, про то, что беспечна, что небеспечна своей аудиторией. Дякую. Павлюк, пожалуйста. Я бы хотел параить коллегам из медиасектора Беларуси поглядеть про то, какие обмежевания на нашу деятельность уводит надзвычайная ситуация на предупрежденной Конституции. Не факт, что гэты стан будзе уведен, прецеденту не было, але важна выучить, як это уводится и что-то, да мы заправы будем иметь. А кроме того, есть постанова Министерства Аховы Здароги от 2012 года, я не памятаю ее номер, про то, что такое карантин, кто его уводит, и какие администрационные меры примаются. Его можно пошукать у базах дадзинах и поглядеть, как это может быть, и что у такой ситуации так само поменяется у нашей праце. Кали мне, як не юристу, можно прагатаю выказаться, у першой ситуации, надзвычайно остановишься, у нас будут реальные адмежевания навык по выказыванию Махчима. У ситуации карантин не прадугледжена спынение свободы слова, але ёсць махчима, что нельга буде трапить ў пэвное конкретное месце. И вот з гэтаму сім варта разабрацца датаго, як это можа аукнуцца, адбыцца. Я думаю, што ў прынцапе, хучэ за сё, ў пэвных мяццовасцях карантин буде всё ж таки махчымым. Спасибо. У Алексея есть комментарий? Да, вот тут я абсолютно согласен, что на это стоит обратить серьёзное внимание, потому что сейчас... Ну да, и в принципе, если уже там я позволю себе отойти немного от роли юриста, к роли правозащитника, поскольку это всё-таки немного разная история, то есть я вижу, опять же, нарративы, которые используются в средствах массовой информации. И в том числе, как мне кажется, нужно следить за тем, чтобы не было потенциальных ситуаций, в которых будет усиливаться дискриминация в отношении уязвимых групп. Ну, к примеру, там, не знаю, людей, ну, как-то, начиная от туристов, да, людей, которые только-только вот вернулись на родину и заканчивая, например, вопросами того, что происходит в закрытых учреждениях. То есть там информации, из которых к нам поступают очень мало. То есть вот сейчас прошла новость о том, что ограничили свидание с заключёнными в тюрьмах, ну, и вообще в пенитенциарных учреждениях. То есть дальше этой информации, кажется, пока никто не пошёл, ну, кроме констатации этого факта. А вот что происходит с этими людьми в условиях такой изоляции? Это непонятно, потому что, ну, как следственные действия продолжаются, там адвокатов где-то допускают, где-то не допускают. Это вот эти темы, да, которые немного на периферии, то есть они не очень хайповые, но, мне кажется, важные для того, чтобы держать на пульсе, ну, держать руку на пульсе. Второй вопрос, ну, собственно, да, это сейчас очень много пишут о том, что, ага, везде ввели карантин, а в Беларуси не ввели карантин. Ну, забывают написать, что такое карантин по-белорусски. То есть, что он будет предусматривать и для работы журналистов, и для самих людей, которые окажутся в ситуации карантина. И, возможно, ну, как-то, имея всю эту полноту информации, люди будут более осмысленно относиться к тому, чего требовать, а чего не требовать. Спасибо большое. Есть комментарий от Енины из Еленниковой. Пожалуйста. Слышно меня? Спасибо. Ну, если мы уже перешли к тому, чтобы говорить про какие-то рекомендации, то я бы коллегам, наверное, рекомендовала еще посмотреть документ ВОЗ, который, собственно, говорит про права людей в условиях карантина, права человека и ограничения их. Это тут, конечно, больше к правозащитникам и так далее, но мне кажется, что для коллег-журналистов будет очень важно посмотреть и посмотреть там темы, на которые можно было бы сейчас писать и о чем можно было бы сейчас говорить, потому что кроме упомянутых «Спасибо, Алексей», да, людей, которые находятся в заключении, в ограничении свободы и так далее, там много говорится про людей, которые не имеют жилья, которые живут на улице, про бомжей, по сути, да, которые сейчас находятся в группах риска, про людей пожилого возраста, которые опять-таки в группе риска, они очень часто одиноки. И еще один такой, наверное, не очень очевидный, но тем не менее важный для многих людей вопрос – это дети. Очень много сейчас информации про то, что детям это практически не страшно, самоболезнь и так далее, но мы очень мало понимаем, мы очень мало знаем, что делать в случае, если, к примеру, родители заболели, что происходит с детьми, либо если заболели и дети, и родители, кто ими должен заниматься, будут они лежать в одной больнице в Беларуси, в разных и так далее. То есть все эти вещи, мне кажется, стоило бы подробнее изучить медиа и журналистам и в спокойной тональности рассказать об этом людям, которые сейчас, да, и требуют карантина, и переживают за своих родных и близких за то, как все это может развиваться в дальнейшем. Это одна часть того, что я хотела сказать, но и вторая, конечно, очень, мне кажется, важная тональность и важно то, о чем, то, что уже затрагивали, тот язык вражды, который используется, прежде всего, конечно, в социальных сетях, не в медиа, он довольно сильно подогревает вот те ситуации, про которые говорила Анна, когда человек боится признаться, что он был заражен, что он болел, что он вылечился, потому что он видит, как к этому относятся окружающие, он это прекрасно читает, считывает в комментариях, и эти комментарии продолжаются, и, наверное, ну, про это тоже стоит думать, про то, что градус таких негативных оценок, негативных посылов надо как-то снижать, и, видимо, это тоже ответственность у нас с вами сейчас. Спасибо большое, Янина. Я прошу тогда, наверное, поднять руку тех, кто хотел бы дополнить какие-то рекомендации, ну, и да, хотели бы, хотела бы начать с Артема. Может быть, еще такое дополнение, адресно просьба, как еще можно подготовиться белорусским журналистам, может быть, какие-то еще в этой стороне рекомендации? Вы знаете, вот только что Янина говорила о том, что еще можно освещать, ну, как бы, вынося за скобки сам вирус. Я сегодня с утра видел на одном из журналистских ресурсов, к сожалению, не вспомню на каком, набор каких-то мыслей о том, какие смежные темы можно придумывать. Вот в продолжение того, о чем говорила Янина. Может быть, имело бы смысл, когда вы будете или там вот участники нашего разговора, проводить следующую редакционную летучку, попробовать придумать темы из сферы, там, коронавируса и образования, коронавируса и дети. Тема с большей вероятностью мы выйдем за рамки ситуации, когда все СМИ становятся зеркальными копиями друг друга и становятся таким одним большим СМИ под названием «Коронавирус сегодня». Жанр репортажа сейчас, может быть, и не самый огонь, может быть, стоит его на какое-то время отложить, просто в силу того, что редакции несут ответственность за здоровье журналистов, которых куда бы то ни было отправляют. Но плюс к этому не менее важно подумать о той психологической травме, которую, возможно, будут испытывать ваши журналисты, даже сидя дома. И даже сидя дома и сооружая заметки о том, что в Италии там умерло еще 288 человек. Это очень серьезные психологические дела, и мне кажется, что здесь, может быть, стоит подумать о том, чтобы иметь какого-то специалиста-психолога, к которому люди могли бы обратиться в этой связи. Артем говорил про то, что нужно сделать в умовах кран-пин-два-тыдни живем в великой корпорации, живем в МАЦ-службах из разных странах работают. Есть работающие такие пакеты захода, которые открывают правительство, отдел кадров, все технические отделы в таких умовах. Но, по-перше, одразу выращается, кто может работать с дома, кто не может, одразу мусить наладжены принципы удаленного працы с дому, то есть много сервисов, которые доступны только в офисе, всех их можно сделать доступными с дому. Это целый працент технический, а им требовалось беспорядковать. Мусить быть полный пакет информации для журналистов про то, куды, кали, звертаться, медицинские центры, алгоритмы, где у него. Это все мусить распроцовано и разыслано. Мусить быть штодионное умовах карантинов, когда есть соответственно расти, изъявляются выпадки зараженных людей. Мусить быть штодионное сбор информации, что у близких отношений журналистов отбывается. Это самое важное. Плюс есть целый пакет допоможных видео, телефонов, где может быть психологичная допомога, каким способом ее можно отрымать. это уже работает. Многие журналисты от своих дел отрымливают такие рекомендации, все складывание работы украинцев. она справедливо есть. Мы пишем ее минусы, и важны эти минусы первоотворять у переваги. и тут важна система организации каждой редакции. Это будет готово, в Беларуси. Вельми доброе то, что было сказано коллегами психологичной допомоги для журналистов, бо журналисту кризисной ситуации справедливо сутыкается с серьезными психологичными проблемами, с выгаранием, с тем, як спочувать и разом с профессийной деформацией писать про людей, которые потерпели, але большинство беларусских редакций не могут себе дозволить оплатить працу психолога. Кошт заварота до адвоката. Тому мне подается, что если попробовать решить эту сетевую решение, чтобы громадское объединение, некоммерческий альянс могут попробовать найти такой ресурс для всех, бо не факт, что редакции, в которой работают 3-5 человек, и когда редакторы выходят декретные оказываются целая трагедия редакции, что они будут помогать своим сотрудникам. Это один момент. другие коллеги уже сказали про то, что редакторы дают задания своим журналистам, куда идти в Беларуси нет. карантин, ниспынена деянность ни державных, ни громадских установов. Мы журналисты на открытие сессии. Наповно журналисты будут запытываться про депутаты палаты оборонены, кто будет смеяться что кто пришел в масках, не в масках. Но все это не есть обороненность и нема отчувания и разумения, что я разношу заразу, я могу заразиться. Все эти речи варто было бы проговорить внутри коллективов. Даже у нас нема сродку оборонить людей, мы должны думать про то, что люди должны подрыхтованно выбрать выбор я иду туда, это не иду, я это не раблю. Спасибо, Павлюк. Пожалуйста, я прошу поднять руку, кто еще хотел бы что-то дополнить и прокомментировать. У нас сейчас такой завершающий блок добровольный, как и Ленина, пожалуйста. я еще хотела обратить внимание коллег еще на нюанс, который, мне кажется, тоже очень важно сейчас проговорить, продумать в своих редакциях, то, что касается, скажем, наших дальнейших стратегий и планов вообще работы, в принципе, потому что сейчас очень хороший момент действительно подумать, отказаться от репортажей, но чем мы их можем заменить, очень много разных инструментов, которые нам придется осваивать. Вот сегодня мы осваиваем Zoom, завтра мы будем осваивать что-то еще. Мне кажется, что очень неплохим выходом ситуации сейчас были бы хорошие классные подкасты, чего в Беларуси на самом деле очень мало, и это могло бы сработать здесь. Мне кажется, что нам не хватает сейчас, я не вижу, по крайней мере, сторителлинга в таком хорошем смысле, да, и про коронавирус, и про другие вещи, которые сопутствуют тому, что на фоне чего мы сейчас живем, а живем мы, к сожалению, сейчас с коронавирусом, а фоном идет все остальное. Мне кажется, очень важным сейчас говорить про возможности, связанные с развенчиванием фейков. Да, на фейках хайпуют одни, но тем не менее на развенчивание фейков сейчас могут доработать с каждой редакции, и да, фейки есть очень, ну, откровенно топорные, есть, конечно, сделанное лучшее, тем не менее, на них ведутся, до сих пор ведутся очень много людей, мы видим это по социальным сетям, и, ну, было бы неплохо, если бы редакции в том числе брали на себя ответственности по работе с фейками, связанными с этой темой. Ну, и на мой взгляд, еще очень важная история, про которую я хотела сказать, это у нас очень много внимания уделяется цифрам, но эти цифры в основном про заражение и про смерть, и мы действительно очень мало понимаем эти цифры, вписанные в контекст, про это Артем сегодня говорил, и у нас очень много, мало специалистов, которые эти цифры умеют интерпретировать вот из того контекста, который есть, да, вписывать его в контекст. Поэтому здесь, мне кажется, тоже такое поле непаханное для медиа, для журналистов. Спасибо, Янина, большое. Я хотела дать сейчас минутку сказать, что как раз, что касается подкастов, есть мнение, что подкасты слушают исключительно по дороге на работу, но на самом деле, мне кажется, что сейчас, в то время, как онлайн открывают всякие мероприятия, все остальное, человек имеет возможность во время готовки либо зарядки слушать эти подкасты. Сейчас работа дома. Да, и нужно как-то немножечко отвлекаться, и во время там той же утренней зарядки ты прекрасно слушаешь подкасты. На самом деле, я хотела вот перед тем, как передать слово Артему, что касается контента, да, советов каких-то, то хотела сказать, что пресс-клуб запустил подкасты на регулярной основе. Вы можете найти сейчас ссылочку у нас на сайте во вкладке подкасты. Там есть ссылка на наш канал SoundCloud. Скоро мы выйдем на все остальные площадки. Там есть один подкаст, в понедельник будет второй. Сейчас прям солью информацию, он будет с Татьяной Ткачевой. Вот. Мы надеемся, что новые форматы, в общем-то, они имеют право на существование. Ну, мы сейчас послушаем вот мнение Артема. Пожалуйста. Я совсем коротко хотел сказать про подкасты. Вы знаете, я, правда, это данные, которым может быть уже сейчас 4-5 дней, но платформы, распространяющие подкасты, сейчас, я видел, публиковали данные о том, что, наоборот, интерес к подкастам неожиданно падает. То есть, вот, с точки зрения логики, можно было бы ожидать, что сейчас это будет самое то, но, к сожалению, вот цифры замеры аудитории показывают обратное. Может быть, это связано с тем, что чисто психологическая модель восприятия подкаста, которую ты слушаешь, значит, по дороге на работу в наушниках, отличается от модели восприятия подкаста, который у тебя существует фоном, пока ты готовишь курицу. Может быть, что-то здесь надо подумать, не знаю. В общем, короче говоря, я думаю, что, может быть, сейчас, если запускать подкаст, простите, Алла, я ни в коем случае не хочу сказать, что вы что-то сделали неправильно, но, может быть, запуская сейчас подкаст, стоит подумать о том, как меняется модель его потребления и как-то под него подстраиваться. Совершенно неожиданно вот здесь, в Великобритании, совершенно неожиданно в эти дни абсолютно выстрелило, казалось бы, уже скончавшееся FM-радио. И выстрелило оно здесь, как предполагают люди в этом, разбирающиеся больше меня, потому что оно создает иллюзию интерактивности, а где-то местами это и не иллюзия, а прямо вот реальная интерактивность за счет звонков, да, и еще за счет того, что оно бесконечное. То есть вот у вас нет такого ощущения, что если вы пропустили первые десять минут, то вы, значит, потом уже ничего и не поймете. Не знаю, пока что это все не более чем догадки, но вот чисто измерение измерения аудитории показывает, что вопреки ожиданиям, к сожалению, подкасты не выстрелили в разгар карантина. Почему? Не знаю. Спасибо большое. Мне кажется, что что касается разных форматов в разных странах, это работает тоже немножко по-разному, потому что радио имеет совсем другие традиции в нашей стране, чем, например, в той же Европе. Что такое радио, например, в Германии или во Франции, это совершенно другой авторитет и доверие, чем в Беларуси. Я передаю слово Павлюку, была реплика, пожалуйста. Ну, я бы хотел подвухнуться на то, что сказал Артем. У нас есть недохоб подкастов, как таковых, и на гэтом рынку их мало, и тому мы часто слухаем подкасты чужие, это один момент. А другой момент, мне подается, что подкасты не заменяют іншые форматы, и они могут их додавать. Бо, саправды, интерактивность такой размовы, як есть сегодня у нас, например, она так сама карыстная. И зараз есть форматы, которые давят максимум людям удельничать в размове, с некими серебрити, с некими ведомыми особами, какие люди отримали с сидячей дома, чтобы их можно глядеть виды, задавать пытания, разговаривать с людьми. можно шукать в разные форматы, и подкаст это один из них. Спасибо большое. Я прошу поднять руку, просигнализировать, кто хотел бы что-то добавить, дополнить из имеющихся. По-моему, кстати, что касается звуковых форматах, онлайнер, Александр, поправьте меня, по-моему, вы же работаете уже с этим, как у вас с аудиторией? Ну, экспериментируем. 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 Я прихожу... Да, мы себе сделали вот студию там у меня за спиной, мы записываем. То есть, ну, я как гость пару раз участвовал, поэтому у меня нет, к сожалению, даты никакой по этому поводу. Ну, пробуем, да, с разным успехом. Вот. Ну, пока что была, сейчас ежедневно есть цикл таких социальных, то есть, что касается курсов, денег, гречки, это все очень хорошо залетало. Спасибо. Видите, такой недостаток общения, когда мы уже с основной темы переключились на подкасты, на форматы, нам просто интересно узнавать, а что, как, у кого. А потому что сейчас, вот, извините, коронавирус, деньги, торговля, оно все на него навязано, поэтому можно сказать, конечно, что мы пишем только о коронавирусе, но на самом деле, ну, попробуйте, напишите о чем-то другом, что сейчас важно является. Проблема. Я хочу сказать большое спасибо сегодняшним нашим многочисленным, но с очень прекрасным спикерам, за то, что они потратили свое время и поучаствовали в сегодняшнем онлайн-видеотоке. в следующем году. Спасибо за просмотр!